Девушки отдыхают Я подумал сначала, что давайте будем оригинальным, поскольку сегодня день авиации, то давайте про авиацию вообще петь не будем, мы можем петь про любовь, про осень, вот что-то потом подумал, что народ не согласится, да? Ну поэтому мы будем так не про авиацию петь, а про любовь к самолетам, к небу. Ну и начнем. Видим, умные мысли в голову не часто приходят, поэтому я не буду даже напрягаться. Первая песня, она всегда одна и та же, с нее начинаем. Ренат, про самолет. Мы по небу, днем и ночью отдыхаем, работаем. Пусть не плачет, но завидует нам тот, кто не летает. Потому что мы летаем на красивых самолетах, потому что некрасивых самолетов не открываем. Потому что мы летаем на красивых самолетах, потому что некрасивых самолетов не открываем. Белоснежный или серебристый лайнер, это что-то элегантен, грациозен, восхитительно прекрасен. И поверьте, красоту нельзя отнять в самолетах, даже если совершенно непривычный цвет окрасить. Вы поверьте, красоту нельзя отнять в самолетах, даже если цвет зеленого хороший разукрасить. И не важно, дубль бойник или аэропорт с трехсотой. Посмотрите, как он рулит по перрону, как взлетает. И поймете, не бывает некрасивых самолетов, потому что некрасивых самолетов не бывает. Вы поймете, не бывает некрасивых самолетов. Потому что некрасивых самолетов не бывает. Не бывает. Не бывает. Не бывает. Не бывает. Я ещё хотел в самом начале сказать, что я очень рад и даже несколько удивлён, что сегодня собралось столько народа здесь. потому что когда мне предложили этот день для концерта, даже люди, которые занимаются информацией мне в летных подразделениях, так говорили, авантюра. Я говорю, ну я вообще согласен, конечно, но попробуем, потому что в летний теплый день, в день праздника, в общем, все нормальные люди шашлыки на даче живут, или в отпуске, или работают. Нет, я не считаю вас ненормальными, наоборот, я вам очень признателен. А кто-то считает, все это химерно и уздор, и не променяет покоя на разбег и простор. И жиль будет хлебом, единым, не в силах понять. Красивое небо, красивое дело летать. Красивое небо, красивое дело летать, Скользит, как по снегу лишь по километру листать, И чиркнуть небрежно по облачной вате крылом, Паря безмятежно, просторе небес голубом. Красивое небо, красивое дело летать, Внестись к горизонту и вдаль его отодвигать. Меж замков воздушных, что плавно плывут над землей, Пугая порой своей красотой грозовой. Красивое небо, красивое дело летать, И все начиналось когда-то со слова «мечтай». Красивое небо, когда-то давно выбрал ты, Чтоб всю свою жизнь любоваться земной с высоты. Ведь ты от земли оттолкнувшись, метел выше птиц, В пространство, где нету пределов и нету границ. Частица всемирной поможет себя осознать, Красивое небо, красивое дело летать. А кто-то считает, Все это химия и вздох, И не променяет покой на разбег и простор. И жив будет хлебом, Единым не в силах понять. Красивое небо, красивое дело летать. Красивое небо, 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 У меня техника игры не самая лучшая, тем более, что я все равно немножко волнуюсь, так что ошибочки маленькие. Простите. Ну вот следующая песня. У меня вчера был концерт для работников ИРАП по профсоюзной линии. Ну и там заказали, попросили спеть некоторые песни. Я говорю, приходите завтра до глухаря, потому что я сегодня не готов. Вот. Ну я не знаю, пришли, не пришли, но программу прочитали. Да? Вот тогда, значит, выполняю заявки. Если вдруг у вас в пути пропал багаж, Вместо Крыма вы попали на Балгаш. Если крайний, кто не знаешь, Никогда не прогадаешь, Если свалишь всю вину на экипаж. Если крайний, кто не знаешь, Никогда не прогадаешь, Не стесняйся, все вину на экипаж. Вы любой, возьмите случай, наука. Например, над Сочи сильный снегопад. Аж Каббат не принимает, Волгоград не заправляет. И во всем, ну конечно же, Летчик виноват. Кто-то вечно что-то делает не так, Процветает в авиации бардак. И вот этот самый Летчик, Безобразие всех источников, Общие для пассажира, Главный враг. И вот этот самый Летчик, Безобразие всех источников, Общие для пассажира, Главный враг. Нас недавно собирали на разбор, Больше трех часов тянулся разговор. А к концу второго часа Стало всем нам вдруг неясно, Как мы не поубивались до сих пор. Мы ж не знаем, ну почти что ничего, Мы ж летаем, как придется, на ООС. НБП не открываем, Все, что можно, нарушаем, Безопасность не волнует никого. РЛМ не открываем, Все на свете нарушаем, Безопасность не волнует никого. Лишь инспектор от беды Нас всех спасет, В авиации порядок наведет. И нам отрежут по талону, Чтоб скорее эталоном Стал на транспорте родной аэроход. И нам отрежут по талону, Чтоб скорее эталоном Стал на транспорте родной аэроход. Спасибо. Песня была написана в 85-м году, И когда аэроход это была государственная компания. Точно, точно. Нет, я имею ввиду, что я имею ввиду не тот аэроход, Который сейчас является частной компанией. Ничего не поменялось. Ну да, в общем-то, И трехчасовой аэродбор, Нет, сейчас маленькие все-таки в разных компаниях по-разному. Вот, следующая песня называется «Поэзия полета». Знаете, вот, когда представляю песни и какие-то там реплики, репризы, не репризы, не репризы, не репризы, не репризы, да, пускаю, все время думаю, что много людей, которые приходят сюда не в первый раз. И мне, когда я повторяю одни и те же анонсирования, какие-то шутки, ну, наверное, некоторым надо, да, и слушать одно и то же. Я даже не знаю, вот, например, про эту песню нужно еще раз говорить, как она появилась, там, что-то. Ну, с другой стороны, в зале всегда есть люди, которые пришли там в первый раз, или кто-то может просто не знает эту информацию. Поэтому, все-таки, наверное, правильнее будет повторять что-то. Вот, эту песню «Поэзия полета» написала Маргарита Энгель, девушке было 18 лет, тогда она работала в нашем училище на кафедре психологии, готовясь поступить в Рижский аудиационный институт, куда впоследствии успешно поступила. А эту песню, вернее, стихи, она написала для выпуска нашего училища. Вот, я в то время учился, ну, на второй курс только перешел, поэтому еще до выпуска было далеко, но как-то вот мы были знакомы, мне стихи попали в глаза, я там чуть-чуть добавил второй группу лет, и как-то песня, она сразу легла на музыку, и, в общем-то, напрягаться не пришлось. И мне потом говорили, вот, как будто бы она для какого-то фильма написана. Но фильм пока не сняли. Песня называется «Поэзия полетов». Пусть говорят, профессия опасна и лучше тем, кто ходит по земле, А я люблю смотреть, смотреть, как звезды гаснут На самолетном стынущем крыле. За горизонт лечу встречать рассветы, Любуюсь вновь за облачное здоровье. Пускай мне позавидуют поезды, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поезды, когда я поднимаюсь над землей. А небо дарит яркие мгновения, и для того на свете стоит жить, Чтоб вновь преодолеть земное притяжение и снова радость взлета ощутить. За горизонт лечу встречать рассветы, Любуюсь вновь за облачной заре. Пускай мне позавидуют поезды, когда я поднимаюсь над землей. И пускай мне позавидуют поезды, когда я поднимаюсь над землей. Мой труп порог блеснет росинкой пота, Там, где свинцу роды, что-то плакат. И все ж моя поэзия, поэзия полета, И каждый вылет новая строка. За горизонт лечу встречать рассветы, Любуюсь вновь за облачной заре. Пускай мне позавидуют поезды, когда я поднимаюсь над землей. Пускай мне позавидуют поезды, когда я поднимаюсь над землей. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Программа включается по катушке, то есть меня на халяву катают на разных воздушных аппаратах, ну и песни появляются тоже. Поэтому следующая песня также появилась в Краснодаре на авиашоу, когда я посмотрел, как много интересных номеров, там все эти различные техники, самые разные летают, какое движение интенсивное. А до неба мне легко достать рукой, дотянуться просто до любого облака, улететь и далеко, и высоко, и вернуться вдруг, и оказаться около тебя, оказаться снова около тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Он потом выбрал другой путь, он стал директором планерного клуба в Решетке. Это такое село, 225 километров от Новосибирска. Вот там летают на планерах, там проводятся кубки, чемпионаты мира. У нас, к сожалению, наоборот, мы переводили цифры, очень мало этих аэродромов, именно планерных. Потому что, допустим, приводили, если в маленьких странах, в Германии, в Канаде, сотнями исчисляются, или десятками как минимум, то у нас на Реси, по-моему, в пределах пяти штук, что ли, то есть вообще смешные цифры, может, десяти. Ну, судя в этом, такое длинное предисловие. Решетка само по себе, место волшебное, когда мы там с женой побывали, нас покатали на планерах, место интересное, вот вокруг везде, там дожди, грозы заливает в решетах, вот, ну, может, тучка пройдет, как-то, почти всегда синее небо, никаких дождей. Вот, он мне сначала об этом рассказал, а потом я несколько раз лично убедился. Вот. И, ну, и, как сказать, и люди вот на маленьких аэрдромах, на вот этих планированных клубах, люди там особенными, какой-то там свет в глазах, ну, они отличаются, да, то есть это совершенно не коммерческая организация, люди туда просто вкладывают деньги, кстати, немалые деньги, не знаю, у каждого, конечно, какая-то своя работа где-то, у кого-то бизнес, у кого-то просто, а вот, и, вот, ну, там просто люди влюбленные в небо, здесь все влюбленные в небо, ну, как сказать, а всякий раз, когда с новой организацией, с такой, с людьми с новыми встречаюсь, мне это очень приятно, то, что тут являет, вот, это подтверждение, что на самом деле очень много таких людей, это радует, вот. Ну, собственно говоря, я почти все рассказал, а теперь спадю. Премьера песни, она, правда, в группе ВКонтакте, на Фейсбуке я ее уже выкладывал, но в зале еще не пел. Погода для летания классно, И коршуны парящие Подскажут, где сейчас у нас Потоки восходящие Под облаком найду поток И в левый становлюсь вираж Сбираясь за витком виток Как будто на другой этаж И отрешившись от проблем Смакую ощущения Знакомого совсем не всем Свободного паренья Без шумного и плавного Межоблаковской Жения Гигантской птицы Планера Изящного движения И сердце радует Простор И петь, конечно, хочется И не откажет вдруг Мотор И топливо не кончится А у тебя своя игра Клубники собирание И дела нет до планера До моего летания И помыслы твои просты Пока я был в парении И нас собирать успела Ты На пачку варенья Спасибо 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Вот вообще Одно из таких мест Куда совершенно неожиданно Для себя Через месяц Примерно после того Как нас первый раз пригласили Я говорю Слушай, я что-то опять в решетах хочу И жена говорит Слушай, я тоже Совершенно Ну и говорю Особенные люди Как-то Срешки туда И Как-то мы там Всегда уже Многие раз бывали Вот Потом, когда я сочинял песни Решеты Сразу же Появилась такая Песня Спутник Песня называется Аура Как раз про Эти же решеты Ну В принципе Слово такое Модное Аура Обычно Аура бывает Хорошая Плохая Но У нас Говорят про ауру Только в хорошем смысле Пальмон Приближается суббота Снова Снова Хочется В решеты Там летают Планеры Там ребята Славные Там такая Аура Что хочется Кричать Ура Полетаем над землей Полюбуемся красой В воскресенье Кончится А выезжать Не хочется Но Тем не менее Пора До свидания Аура До свидания Аура Еще одна Песня Говорят Что Перед такими Песням Обязательно Надо делать Продисловие Потому что Если сейчас Например Говорит Из семей Песни Слава Что Там Летчикам Мало Плать Скажут Вы ребята Зажрались Вот поэтому Я всегда делаю Продисловие Что эта песня Была написана В развальные 90-е годы Когда Нам говорили Что Да У нас За забором Таких много Стоит Если вас Такие условия Не устраивает Только С весну И Вопросы Не будет Сейчас Не знаю Сейчас Сейчас То же самое Ну В принципе Наверное Да Ногу Можно спорить Кто Как попал Кто куда попал Вот А Естественно Была написана Не знаю Год 94-95 Я просто С человеком Поразговаривал Он мне тоже Как вопрос Прям разговаривает Я говорю Ты не понимаешь У вас Улетчиков много А самый главный Это человек Это тот Коммерсант Он Находит Работу Он Находит Но на самом деле В этом Большая доля Правды Таистов Вообще Эту песню Мне тоже Очень давно Но Все равно Это часть Нашей истории На медне Случилось Откровение В буквальном Смысли Истину Познал Нет Это был Ни сон И ни виденье Мне просто Человек Один Сказал И посвященным Став Хоть и халявно Я вдруг Узнал Не менее Того Что Летчик Авиации Не главный Что Можно Оборитись И без него Сейчас Такое Время Важный Фактор Его Не выбросить Через плечо Куда Главный Кондуктор И редактор Еще Бухгалтер Министр Еще И коммерсант Хозяин Полноправный Он Углубляет Все И вдаль И вширь А Летчик В авиации Не главный Здесь Вария Компании Сибирь И сразу Стало Многое Понятно Что Прежде Четно Силоса Понять Особенно Касательно Зарплаты Которой Не хватает На пожар Сибирь А также Почему Вполне Справно Нас Унижают Все Кому Не лень Ведь Летчик В авиации Не главный Такая Вот Простите Хренати Я Скоро Двадцать Лет Как За Штурвалом А Многие И Более До Того И В нашей Жизни Всякое Бывало И Только Не Припомню Одного Не Видел Сам За Столько Лет Работы И Не Рассказывали Мне Друзья Чтобы Без Летали Самолеты Куда То Пассажиров Отвозят Конечно Мы Рабочие Лошадки Но И Коню Понятно Может Быть Что На Тащак Пахается Негладко И Что Лошадку Надо Вы Кормить А Летчика Наверное И Подавно Чтобы Шторвал Послужен Был Руке Пусть Летчик Лан В Авиации Неглавный Как Впрочем И Корова В Молоке Я На самом деле Действительно Очень Давно Эту песню Не пел Потому что Постепенно По крайней мере в авиакомпании Сибири ситуация поменялась и достойная работа и достойная зарплата и как-то было некорректно. Поэтому я еще раз оговорю, что это как момент истории. Впоследствии лично у меня претензий не было. Даже сейчас я узнаю, что когда у многих компаний возникают проблемы, в сцены для Сибири и переучивают новых летчиков и 13-ю зарплату платят. Как-то там хорошо. Люди по-новому не жалуются. Ну, бывает, конечно, с работой напрягают. Это опять же хорошо. Да, Саша? Так. А следующая письма называется «Ренат по облакам». Рассвет ветер коснулся крыши и еще, наверное, спишь. Лишь иногда улыбка бродит по щекам. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 От подобных приключений много ярких впечатлений Потому что шар воздушный, это же вам не самолет У него и крыльев нету, и поэтому по небу вроде кажется летит он А приглядишься, он плывет И на воздушном плыве шаре мы И никому не помешали мы Мы природу украшали мы Они сели кошмар И у нас, и у нас, и у нас И население у населения Поднималось настроение Потому что это здорово От земли воздушный шар Потому что это здорово Над землей воздушный шар Я уже хотел сказать yes Но все-таки на последних строчках Выполнить свое обещание Он стоит в стороне От других самолетов Не подвозят давно Пассажиров к нему И свое отлетать И свое отработать Он не нужен теперь Никому, никому Неподвижные винты И безлюдные салоны И хоть вид его горд В формах силы и стать Но уже никогда Не бежать по бетону Но уже никогда Над землей не взлетать Но уже никогда Над землей не взлетать А ведь было же время И пели турбины Были взлеты Посадки И жизнь Но потом Командиры ушли На дороге Машины Командиры ушли И забыли о нем Командиры ушли И забыли о нем Это всем суждено Хоть, конечно, печально Только время приходит И кончен полет А ему все равно Часто снится ночами И бескрайний простор И стремительный взлет Небо, что за болезнь И за что его любят Не всегда и не все Объяснить мне могли Но тоскуют о нем Самолеты, как люди Если стало сильней Притяжение земли Если стало сильней Притяжение земли Притяжение земли Притяжение земли Мы с Николаем Анисимовым периодически возбывают совместный концерт, и у него есть такая самая знаменитая его песня «Я летчик». В песне есть такие слова «К земле меня часто хотят привязать, но летчик обязан, должен летать». И вот эта строчка «Летчик обязан, должен летать», использовала названием и темой, которую я разбил в своей новой песне «А», анекдот, который я еще услышал, когда летал вторым пилотом на А-24, лет 25 назад. Молодой второй пилот приходит в отряд, его закрепили за опытным командиром, и они вместе работают, и второй пилот замечает, что командир перед каждым взлетом достает из кармана книжечку, прочитает, сложит, выполнил взлет, пролетели. Перед заходом на посадку опять достает книжечку, посмотрел, зашли на посадку, сели. И так, с полета в полет, и задний день, говорит, «Иваныч, а что у тебя там за книжечка?» Это, говорит, моя такая памятка, я потом, когда на пенсию ходить буду, если надо, буду тебе отдам. Работает год-два-три, приходит время рано или поздно, всем уходить на пенсию, уходит на командир, накрывает поляну, сидел, отмечается, второй пилот подходит, говорит, «Иваныч, ну ты мне обещал». Говорит, что обещал, ну книжечку, оба пусть, не вопрос, всю жизнь мне служила, может тебе послушать. Достает, вот, пожалуйста, второй открывает, на себя вверх, от себя вниз. Это, в принципе, начало действия. Ренант, когда человек должен летать? Ренант, когда человек должен летать, тут все просто и ясно. На себя, значит, вверх, от себя, значит, вниз. Летчик должен летать, и притом безопасно. И это вовсе не власть, и ничей, как обрит. Звальщик должен варить, кто-то должен шить тапки. Если вор своровал, сыщик должен сыскать. Лехарь должен лечить, без несмен делать бабки. Техник должен технить, а летчик должен летать. Не в копать, не стрелять, не размазывать масло. По холсту, как Рембранд, чтобы шедевр написать. Летчик должен летать, ясный день, и вненастный. И еще по ночам, когда хочется спать. Кто-то должен мешки вдохновенно ворочать. Кто-то словом наделал, а его вдохновлять. А летчик должен летать, потому что он легче. Вот если бы счетчиком был, должен был бы считать. Я, как может, не прав, я могу ошибаться. И, возможно, меня кто-нибудь упрекнел. Каждый делом своим, должен мог заниматься. Летчик должен летать, пусть мир порт поет. Каждый должен пахать, по возможности классно. И тогда будет все, и у всех зашипеть. А летчик должен летать, тут все просто и ясно. На себя, чтобы вверх, от себя, чтобы вниз. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь практически все могу с кашляточкой. Не укладываемся. Знаете, когда я учился в училище, мы жили в совсем другом государстве, в Советском Союзе. И даже представить не могли, что будут такие события, которые сейчас происходят на Украине. А тогда мы все были из одной страны, то из Казахстана, то из Акраины, то из Армении. В общем, отовсюду у нас. И даже еще и в Венгрии у нас не были курсанты. И когда буквально за месяц до выпуска у государства возникла необходимость, возникла нехватка вторых пилотов, вернее пилотов на А-2 на Украине, у нас решили как-то так вот, не напрягая взять, переучить сейчас курсанты. Особенно те, кто не женатые, без семьи, к которым мне нужно было предоставлять жилье. Я избежал этого распределения путем вводов за улучшениями, скажем, руководства учителя, потому что у нас была переаттестация, перемандатная комиссия. Мне пришлось соврать, что и женатый ребенок у меня есть. А вообще так собрали, человек, наверное, 30, после высшего училища переучили быстренько на А-2 и отправили поднимать родное сельское хозяйство. Вот песня этого про Украину, скажем так, коллективное, плод коллективного творчества, это не я, потому что все, скажем так, протестовали. На А-2 учились в средних училищах два года девять месяцев, у нас в высшем училище, на А-40 учились четыре года два месяца, то есть гораздо больше, а потом еще надо было переучиться на А-2. Многие попали туда и отлетали, потом переучились, и вот так мы это таможня. Здесь у меня, как и называется, про Украину, она такая с этим, с досадочками, потому что таможня каталась. Не нужны мне ни Париж, ни Аргентина, мне Италия с Нью-Йорком не нужна. Я давно мечтал попасть на Украину, да все никак не получалось негринно. Я давно хотел попасть на Украину, да все никак не получалось ничего. Мы понюхать хлорофос мечтали с детства на поляне низко-низко полетать. И да здравствует родное министерство авиации гражданской твою мать. И да здравствует родное министерство авиации гражданской твою мать. Просто мудро, без кольбы и безознайства нас решили всех как Ляндию заслать, поднимать родное сельское хозяйство. Нам ведь это как два пальца обсосать. Поднимать родное сельское хозяйство, нам ведь это как два пальца обсосать. А я всю жизнь прожил в сибирской глухомане, и фрукты свежие я видел лишь в пене. А если буду сидя на диване, наблюдать, как каприкос цветет в огне, я в Одессе буду сидя на диване, наблюдать, как каприкос цветет в огне. Под житомиром покушаю галушки, под Тернополем нищей, свиней, горок, а под Полтавой аппетитные хохлушки, песни гарные спевают про любовь. Не страшны туберкулезы и ангины, сене взводы на пасти трынь-трава. Ждет меня моя родная Украина и желанный перспективный Ай-1-2. Ждет меня моя родная Украина и желанный перспективный Ай-1-2. Спасибо. Как это? Сейчас, если на английском это бы называлось downgrade, да? Потому что после Ай-2 потом опять нужно было переучиться на Ай-2-4. В смысле ну как с более низкого типа, что ли? Вот. Следующая песня называется «Когда летишь на восход». Не на восход, а на восход. «Когда летишь на восход, ужасно хочется спать. И город планирусток я не люблю посещать. я не люблю по три дня в плохой гостинице жить, где пить, конечно, нельзя, но невозможно не пить. Когда летишь на закат, то спать не хочешь совсем. Люблю летать в Ленинград, в Москву летать любят все про Сочи. Что говорить? Тут все понятно и так. Там можно даже не пить. И все равно красота. Когда летишь хоть куда, короче, путь по прямой. И больше всех я всегда люблю дорогу домой. Люблю войти не стучать и не скугнув в тишины, смотреть, как тихо сопят во сне моих пацаны. Люблю войти не стучать и не скугнув тишины, смотреть, как тихо сопят во сне мои пацаны. И все равно не скугнув и не скугнув и не скугнув и не скугнув и не скугнув этой неприбушке. Подрастая из-за меня сын праксов. Опять я делаю предисловие о том, что эта песня была написана, когда были проблемы с работой, были проблемы с заработой, когда стеснялся говорить, кем я работаю Было такое время, потому что зарплата водителя троллейбуса была немного выше, чем зарплата пилотам самолета АН-24. Подрастает у меня сыновья, чем-то в жизни предстоит заниматься. И хочу им посоветовать я, не ходите пацаны в авиации. Нынче лёвчики, увы, не в цене, а работа не из лёгких и строгая, и поэтому не хочется мне, чтобы мы пошли отцовской дорогою на небо. Только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь в небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. Это кайф в своих руках ощутить, как послушна тебе мощь многотонная. Но приходится нам за это платить, липким потом и ночами бессонными, и о рёбрах часовых поясов. Биоритмы сбиты напрочь давным-давно, и в кабине по 15 часов. Есть красивое вино, кроме того, перегрузки, стрессы и радиация. Не ударьтесь о крылу головой, не ходите, пацаны, в авиации. На земле профессии не сосчитать. Подбирай себе бытие беззаботное. Я бы сам, когда всё снова начать, то, наверное, пошёл снова в лёдное. Ведь небо, только раз окунись в небо, и попал на всю жизнь в небо, не любя, не скорбя, не отпустит тебя. К сожалению, да. Так, ну, нет, постараюсь коснуться, вот насколько у меня есть в творчестве песни о разных гранях, скажем так, авиации, о разных людях в авиации. Поэтому постараюсь, чтобы они прозвучали. Песня «Курочка» вроде как и стюардессам посвящается, и самые главные птицы того советского аэрофона, который была у нас когда-то. Вообще, я говорю, что первый раз в жизни, когда я полетел на самолёте, поступая в лёдное училище, я очень боялся, поскольку первый раз летел, что самолёт может упасть. Всё это было до тех пор, пока не принесли бортовое питание. Потом как-то всё наладилось. И страх куда-то ушёл. В серебристом лайнере комом оживления Все откинув столики, с нетерпением ждут Девочки в передничках с грацией движения Пассажирам курочку снова раздают Сразу забывается грусть и невезение И куда девалась вдруг прежняя тоска Сразу поднимается наше настроение И ярче светит солнышко и краше облака Мы взлетели вовремя дальняя дорожка Надо бы и лётчикам пожевать чуть-чуть Командир с механиком очень любят ножки А второй особенно уважает грудь Кто сказал, что курица будто бы не птица Не согласен буду с ним, он ей-богу врёт Как цыган без лошади, как милан без спицы Так вот и без курицы наш аэрофон Несомненно, курица необыкновенная И неповторимая птица наших дней Бартау в питании и вечно неизменная Как звезда в измученной душе моей Как звезда в измученной душе моей И могу заверить вас, железобетонная Завтра так же, как вчера и позавчера Будет она самая авиационная И во время наше ей быть давно пора И во время наше ей быть давно пора В серебристом планете, куман оживление Все откинув столики, с нетерпением ждут Девочки в передничках с грацией в движениях Это объедение снова раздают Это объедение снова раздают Еще одна песня Посвященная техническому составу Песню я написал моему другу на юбилей На юбиле я убил двух зайцев С одной стороны я поздравил его с днем рождения С 50-летиями, с другой стороны Я выразил в его лице свою признательность Сему техническому составу Который земле обеспечивает Нашу спокойствие в воздухе Паша вот он на самом деле такой Как в песне Такой надежный Он предвидит какие-то там возможные Отклонения И работает на опережение Молодец С ним спокойно Пам-пам-пам-пам-пам Пам-пам-пам-пам-пай-пам-пам-пам-пай-пам Пам-пам-пам-пам-па-пам На 28 правую На Братышевом заход Нас вновь встречает Пулкова Д sweetheart А Павел Романович, техник наш, в кабине задремал Дневную смену отпахал и с нами ночью летал Зовут все грустным осликом, шутя наш самолет И он порой капризный, сюрпризы удалил Но Паша техник за простяк найдет причина в чем И быстро сможет сделать так, чтоб стало все путем Паша, Паша, хлопится дым Эки, Пажу, спокойно с ним Паша рядом и в добрый час И в порядке, всегда матчасть Влюблен он в авиацию, как в девушку пацан На Яке 18 летать умеет сам И все, за что б не взялся, он исполнит по уму В гостиницах, в Пугово, на Кубе и в Крыму Паша, Паша, хлопится дым Всем, кто рядом, спокойно с ним Паша рядом И в добрый час, и все в порядке Всегда у нас За рулем на стоянку мы сдадим наш самолет И повезет домой его уазит патриот Там ждет жена любимая и ты, каверный кот На 28 правую нам разрешен заход Годы птицы летят, летят Недавно было 30 А вот уж 50 годы мчатся Но это ничего, ведь если разобраться То 50 всего А Паша, Паша, хлопится дым Экипажем, спокойно с ним Паша рядом И в добрый час, и все в порядке Всегда у нас Я сегодня в разы слишком разговорчив, Поэтому часть «Полинеста» просто никак не обещается в расписании. Эту песню я не так давно для себя назвал романцем на производственную тему. Называется она «Красивая романка». «Красивая романка» «Красивая романка» «Красивая романка» «Красивая романка» «Красивая романка» «Связана с желанием летать». Оглянись назад без суеты Вряд ли сможешь ты Сам себе ответить строго Кто из вас дорогу выбрал ты Или же тебя Выбрала дорога Вечно в этом слове Высота Будет Неразгаданное что-то Самая Красивая Работа Связана Связана С желанием летать Левая 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 «На 30 Все устали уже Ветерем я хочу сделать Два объявления Первое Это то что Следующий концерт У меня будет В этом зале 19 ноября 19.00 Вот А второе объявление То что для желающих Там в вестибюле есть Диски продаются Если кто хочет Можете приобрести. А я сейчас чайку стаканчик выпью и потом в Камглана будет распишусь. Пока, все.